Озвучено проектом Анилибрия при поддержке MMO-TOP.RU День восемьдесят четвёртый Ты кто? Доброе утро, мой дорогой брат. Ты так беззаботно спал, что я просто не смогла сдержаться. Хопфу? Во вчерашнем бою мы получили много драгоценного опыта. И из-за этого многие в деревне эволюционировали. Слюни хоть вытри. Анилибрия представляет Перерождение Монстр День восемьдесят четвёртый 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 в полу лорда святости с тобой все будет хорошо у него пробудились необычные способности около лорда святости оказался особый навык этот навык так называемая защитная скорлупа она в состоянии выдержать 20 моих простых ударов это очень надежная защита хоп джей как только ты умудряешься быть сразу и сильным и утонченным уверена скоро твое имя изменится вновь но хопфу наша карманная любительница тухлятина стала гулем последнее время она ела только моих зомбаков как говорится мы то что мы едим ой китчи нет ничего лучше классики друзья детства ставшие соперниками с другой стороны два брата красавца тоже ничего так правда меня немного смущает что она фантазирует про меня угры кичи и хобби что у нее в голове творится лучше об этом не думать хобби ты не обижайся но закрывай все свои глаза кроме основных прошу прощения я просто еще не привыкла хобби от которой в бою мало толка стала додомеки они это раз и известна своей магии иллюзий это полезно она наделена дальнозоркостью а также рентгеном с помощью которых может проводить разведку даже лучше меня есть у меня ощущение что фу в гопфу все-таки отгнили на этом хорошие новости не закончились семеро хоббоблинов рабов смогли эволюционировать вогров клянусь впредь мы будем тренироваться еще усерднее во имя всех наших погибших товарищей странно это как-то гоблины по натуре своей эгоистичны эти почему-то оплакивают погибших ком более того скорбь помогает им двигаться вперед заодно к нам прибило еще шестеро кобальтов пехотинцев и того их стало 7 стоп а командир ваш где службе готов повелитель он эволюционировал в гобальда самурая благодаря эволюции я обрел новый грозный облик подобный вашему правитель мне почему-то только одни слова на ум приходят старик якут за который подался в косплей вдобавок к новому облику я обрел и истинное имя прошу впредь зовите меня кикадзе ноутсуди запоминайте истинные имена это особая награда для сильнейших мира сила поэтому если противник вдруг его узнает то есть вероятность что он сможет наложить на вас проклятье так к чему я это все вам говорю в общем мы только дурак раскроет свое истинное имя обрел а кто его даровал не знаю но я решил раскрыть его вам чтобы показать свою нерушимую верность ну ладно в итоге мне пришлось думать как его теперь называть поэтому сегодняшнего дня он у нас сагитопес так а с пленными что делать сегодня у нас случилось одно происшествие в общем вы теперь все свободны так что можете уйти когда захотите но если податься некуда приходите новобранцами в наш отряд разбежался мы же явно гораздо сильнее чем все кто тут есть так какого черта к нам будет отношения будто мы какие-то сопливые новички вот именно мы под гоблинами никогда ходить не будем я тебе сейчас покажу твое место ну да раса у них сильнее хоп гоблинов но своих ребят мы тренировали тут с детства так что они точно ни в чем не уступает новичкам не нравится скатертью дорожка придумал предлагаю решить все в бою мы сразимся с главой вашей никчемной шайки если мы победим то вы будете ходить под нами усекли чё да уж а я думал это у вас дампирша всем командует а раса у него необычная но он все же логар сразу видно что тут собрались одни слабаки даме умоляю успокойся раз вы так в себе уверены отказывать не стану нападайте сразу вдвоем лишь какой наглый придурок ты еще пожалеешь что умудрился напороться на лордов огня и ветра и я весь орб я весь орб отойдите мне не видно дайте посмотреть ого да у них и орбы есть смотрите внимательно однажды вы такими владеете лучше один раз увидите чем сто раз услышать орбы дают своим владельцам огромную мощь так еще и чинят сами себя короче говоря я могу со спокойной душой сломать их и гордость следующий молельщики займитесь ранеными поставьте их на ноги хорошо огра на что видели кики какие мощные кики кулаки теперь я ваш главный ты так здорово ко мне подкрался что я даже решил поддаться ну что ж остался только полу дампир ежели я держу победу освобожу тебя от мерзкого вонючего огра и возьму вшона оставь при себе свои фантазии и хватило же наглости на моих глазах клеится к даме поскольку я понял стоит дать его расе крови она излечивается поэтому отвесил ему пару своих капель и это были далеко не все сильные новички однако ты освободил нас от рабства как можно ответить на добро злом истинно так вы еще и раны нам залечили как же приятно видеть разумных существ я даже решил устроить им особый прием отлично больше ни у кого возражений нет чего себе мало били жизнь я не пил столь чудесной и ароматной крови теперь его и мой единственный принц на белом коне мало мне было фантазии хопу теперь еще и он таким образом мы получили в свое распоряжение 50 новобранцев черт сдохните получайте я их всех уничтожу я приставил к ним инструктора могарки ч а сам но встречай это кузнецы тебе в помощь девочка а ты ведь элементальный кузнец тебе еще много бы учиться но я вижу что тебя ждет великое будущее что это мне с этими старичками не по себе я понимаю но дворфы по идее лучшие мастера в этом мире российские хорошо бы они из мифрила нам что-нибудь сделали ты уж попробуй с ними поладить я решил попробовать новую способность которую получил во вчерашнем бою синтез орб явись работает как заклинание затем я попытался создать монстра с помощью нечисти хаоса к сожалению тварь наотрез отказалась меня слушаться поэтому мне пришлось ее успокоить но и под конец я решил создать новую способность с помощью синтеза я объединил малую уязвимость к солнцу и уязвимость к свету и создал уязвимость к солнечному свету а ни за что не буду ей пользоваться короче я скорее устал морально чем физически так что новые способности попробую в другой раз день 85 на следующий день мы приступили к улучшению пещеры нам захотелось сделать горячий источник еще роскошнее но итоговая цель начать бизнес при помощи эльфов поэтому первым гостем я приглашу их правителя чтобы он разнес молву о том как у нас хорошо день 86 я решил опробовать синтезированные способности на наших новобранцах чтобы случайно не погубить кого-то из своих кажется я переборщил день 87 прости что потревожили мы хотим тебе кое-что подарить а что это наше величайшее творение как позже объяснили дворфы они выковали для меня молот в благодарность за спасение и в знак нашей дружбы правда я понял только половину из того что они говорили сегодня после обеда я отправился в лес я сильно изменился и теперь чтобы вся живность не разбежалась приходится прятать свое присутствие как-то это грустно я по тебе скучала огра как поживаешь? хочешь? сразу уединимся? давай это пока отложим сделала что я просил я ждать не буду мы приятно провели время а потом опять ты весь в засосах ночью ты у нас попляшешь ночь надо сказать прошла очень жарко день 88 внимание сейчас мы распашем поле и будем сами себе выращивать пропитание я вложила все силы ты уж позаботься о малышах вчера я забрал удриады магические семена фруктов а также магические семена овощей восходят они быстрее обычных растений лучше на вкус и гораздо полезнее а заниматься полями будут те у кого есть соответствующий опыт мне раньше казалось что ты умеешь все на свете но сразу видно что это тебе в новинку здорово что я могу тебя чему нибудь научить понимаю господа приходите кушать оказывается совсем неплохо весь день проработать под солнышком день восемьдесят девятый сегодня часть новобранцев отправилась в освояси ну и раз мы заговорили о родном доме плененных знатного происхождения тоже было решено отпустить костьми лягу ради леди дамме костьми лягу ради леди дамме промыла рыцарем мозги теперь и в империи и в королевстве у нас есть свои соглядатели а разведка сообщает что войск людей отступило на пути обратно их встретят наши друзья люди отступают война закончилась с большим удовольствием я хочу пригласить тебя на праздничный пир а ничего что ты нас позвал пусть по правилам нам и нельзя якшаться с чужаками ты и твои подчиненные наши дорогие друзья и гости много-много лет назад мой брат нарушил правила связался с внешним миром и был вынужден покинуть деревню я хочу сохранить лес до тех пор когда однажды он все же решится вернуться домой и благодаря тебе моя мечта все же может исполниться я с нетерпением жду его возвращения а день 90 когда я вернулся в пещеру обнаружилось что земля я истощила запасы элементальной руды огромное вам спасибо за все ретарно вельвет до сих пор мы жили за счет наследия великого волшебника и доброты карбункула которая его защищала это они даровали нам элементальную руду в благодарность за все я решил съесть оставшиеся камни владыка света устойчивость к фотонам владыка гравитации устойчивость к тьме ну а потом я всерьез засел за изобретательство тут мне помогла орда черных скелетов я склеил их кости друг с другом а потом укрепил своими двойниками для устойчивости к солнцу встречайте это скелетоножка что выглядит ужасно а может новый фамильяр все равно жутко до фамильяра ей далеко это наше с вами средство передвижения на ней я отвезу вас в город людей неужели ты нас выгоняешь я ведь обещал что однажды отведу вас домой вернуться со мной или остаться решать уже вам день девяносто первый ну наконец то от такого даже эльфы будут в восторге со строительством было закончено и все кто хотел наконец то смогли вернуться домой и ты куда целился идиотка тоже девать с мечом в руках ну что такое мне правда нужно возвращаться обратно к людям я ты откуда знаю придурочная но ведь так по мне огра от вас избавляться не собирается день девяносто второй тут столько всего чего в городе не сыщешь как же здорово жить в лесу давайте соберем все что можно продать только не жадничайте все таки мне очень повезло что рядом оказались девочки которые помогли узнать много нового день девяносто третий но как только мы подготовились было решено устроить вечеринку в честь наших новых товарищей ура ура эй мужик огра давай давай к нам вы же на этой странные многонашки в город собрались да паха тебя тут не будет мы тут свои порядки устроим да они уже в стельку вы ведь знаете что в империи и королевстве ненавидят нелюдей чтобы пройти в город понадобится помощь высших рас кстати может я вас туда проведу спасибо откажусь день девяносто четвертый перед тем как отправиться в путь я поделил ребят на отряды и так запомните четыре вещи первое нужно собрать информацию о внешнем мире второе с неприятностями разбирайтесь собственными силами третье у всех должны подняться уровни и четвертое вернуться все должны живыми день девяносто пятый вот так мы с утра пораньше и отправились что все таки решил нас взять не нападай на людей без повода сато ладно ладно я постараюсь вам не мешаться а позаботьтесь обо мне не переживай я присмотрю за целомудрием Сейджи только сама на него не кидайся все Огар Кичи ты только не лезь на рожон хорошо обещаю ты тоже себя береги Огра обязательно и так все группы отправились в путь теперь здесь станет потише я многое потерял в этой пещере но обрел еще больше мне встретилось немало могущественных противников но во внешнем мире я встречу еще много интересной добычи мы отправились в город куда некогда пытались добраться девочки в крепость Триент озвучено проектом Анилибрия при поддержке ммотоп.ру специально для сайта Анилибрия.топ в 2024 году спасибо, что выбираете нас что изменения а не нет но в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...